Война с фашизмом Война с фашизмом У Сталина как лидера были страшные черты, а были сильные черты, одно переплеталось в другое, но в данном случае говорить о том, что его тут нет, это лукавить, очень сильно лукавить, это никого не убедит и только разожжет новые мифы о безупречности Сталина. А вот я хотел сказать, что помимо старых антисталинских мифов, которые постепенно трещат, но еще несколько раз пробормочат или прокричат господин Игорь Чубайс, оперируя абсолютно уживыми цифрами, ну и все зевнуто скажут, ну ладно, все кончено. Растет новая мифология, мифология безупречности Сталина, его отсутствие ошибок, его абсолютного величия. Новый сталинизм против старого антисталинизма, вот что сегодня происходит. И в этой схватке гибнет реальность, реальность фальсифицируется. История ведь наука, которая не может складываться из одних фактов, она всегда строится на концепциях, на парадигмах, на принципах осмысления и подбора фактов, на том, какие факты выбираются, а какие откладываются. Но история никогда не осуществляет преступлений по отношению к факту. Вариативность истории начинается на уровне интерпретации фактов. Нельзя, чтобы факты при этом пострадали. Нельзя, чтобы неправильно считалась численность наших потерь. Нельзя, чтобы неправильно считалась численность наших вооруженных сил. Нельзя, чтобы неправильно считалось это, это, это. Нельзя, чтобы говорили, что мы победили лишь, так сказать, мясом, когда очень известные военные Германии когда-то мне говорили, что у русских в конце войны было на столько-то километров фронта, столько-то взводов, а мы их остановить не могли. Они шли как нож в масло. Есть правда, она сложная. Есть трагическое начало войны, есть изъяны войны, есть героизм войны, есть негативизм войны. Все вместе, все собрано. Но это метафизическая война, это священная война, в которой было истреблено мировое зло, которое бы уничтожило человечество, прекратило бы гуманизм, прекратило бы историю, прекратило бы очень-очень многое. Нужно было понимать, какова была цена погибла Гитлера. Это сделал наш народ. Под этим руководством, с этой идеологией, когда говорят, что вопреки идеологии, попреки прочему, ну вот в 2014 году не было никакой супердержавы, суперрейха Гитлера. И что, выиграли? Нет, да? Не выиграли. А тут выиграли. Победили. Страшной ценой победили? Страшной. Еще бы более страшной была цена, если проиграли. И вот все это побудило нас к тому, чтобы для самих себя собрать небольшую конференцию, которая бы являлась нашим служением, нашей данью памяти тем, кто пал, нашей данью великой дате. Мы, как граждане, решили, что мы обязаны. И обратились к историкам. Историки откликнулись на это. И произошла вот эта небольшая конференция. Я счастлив, что она произошла, потому что она была конференцией единомышленников, конференцией трезвых, спокойных людей, конференцией людей, которые говорили о фактах и людей, которые осмысливали эти факты по-своему, людей, которые переживают войну как экзистенциальное метафизическое событие. Ученые читали стихи посреди этой конференции сами. Показывали слайд-фильмы трагического характера. Все это вместе сплелось в что-то подлинное. В зале сидело около ста людей, которые сумели сбежать с работы, прибежать сюда, пожертвовать на это остатки своего свободного времени. Они сидели чуть не до 12 часов ночи, спорили, думали. В этом не было никакой мифологии, никакого экстаза. В этом был единственный нерв внутренний – желание получить что-то реальное. Лучше любая правда, чем, так сказать, ложь. И правда о войне абсолютно необходима. Она очень трудно добывается. Многие архивы закрыты. Очень мало людей, которые занимаются этим осмыслением. Но эти люди есть. Вопреки всему, что сделано, гигантским ударом, которые нанесены по нашему интеллектуальному сословию, есть историки. Есть молодые люди, которые страстно добывают эти цифры, которые страстно живут этой исторической правдой. Цена истории сегодня – наша идентичность. Мы сегодня должны восстановить историю, дабы восстановить идентичность народа. Из мелких событий сплетается нить восстановления этой идентичности. Мы верим, что то, что мы делаем, делается в сотнях и тысячах других точек. И вместе оно представляет собой именно тот гражданский долг, не мистифицированный, о котором слишком много болтают и который слишком редко исполняется. Но исполняется по всей стране. Вот эта волна страсти по исторической правде и возвращения в нормальную идентичность – это серьезная волна. Общество не мертво. Оно все время хочет этого восстановления. И главная наша задача сейчас – помочь историкам и соединить историков с обществом с тем, чтобы это все было восстановлено. Субтитры создавал DimaTorzok